Сократились объемы перевозок, а существенно уменьшилась доходная часть. По сравнению с уровнем прошлого года пассажирооборот Ульяновской области снизился до 70%. Система мониторинга обращения граждан показала. Упадок связан с качеством самого подвижного состава и регулярными отклонениями перевозчиков от расписания. С проблемой начали разбираться на уровне районов. Так, в 2020 году заработал пилотный проект по развитию поддержки местных перевозок в Корсунском, Сурском и Павловском районах. Из областного бюджета были выделены средства в размере 16 миллионов рублей. Это позволило нам охватить около 90 дополнительно населенных пунктов и организовать около 45 новых маршрутов по развитию внутри муниципального сообщения. В этом году работы продолжатся. К изменению маршрутной сети внутри районов также планируют подключить студентов-архитекторов вузов области. Также планируется заменить старые автобусы на новые. По транспортному сообщению между районами ситуация остается стабильной. В регионе функционирует 170 автобусных маршрутов пригородного и междугороднего сообщения. Ежедневно по трассе курсируют до 270 автобусов. Мы совершенно другого качества должны увидеть межмуниципальный маршрут в сельской местности. Другого качества должна быть и транспортная инфраструктура в областном центре, добавляет глава региона на совещании по вопросам работы общественного транспорта. Дорога мэра, так Морозов называет ситуацию с транспортом, асфальтом и внешним обликом в Ульяновске, должна быть лучшей. Но пока качество оставляет желать лучшего. Рекламные конструкции находятся в ужасном состоянии. Рекламная информация или просто информация о городе уже морально, физически устарела. То есть любой человек, который приезжает в город, если он не горожанин, хотя и к горожанинам надо также относиться с огромным уважением, почтением, ничего не увидит, что такое город Ульяновск. В очередной раз губернатор акцентировал внимание на автобусных остановках. Все они должны быть в едином современном стиле. Чистые и, цитата, дружелюбные для граждан. А главное, при выборе нового дизайна остановочного павильона важно учитывать мнение самих людей. Подвижной состав областного центра значительно преобразился за последние два года. Сегодня по городу куртируют 90 новеньких автобусов СИМАЗ. Из них 13 вышли на маршрут в начале этого года. Также на городской маршрут встали 29 новых львят. Все 1725 единиц гостранспорта, курсирующих в регионе, подключены к региональной навигационно-информационной системе. Проведен ряд мероприятий по закрытию дублирующих маршрутов. В частности, это касается маршрута номер 75 и 77. Это действующие от улицы Юкурнова и от улицы Меликеской, что позволило избавиться от дублированных маршрутов и усилить подвижной состав иных перевозчиков. А с 1 апреля в троллейбусах и трамваях заработает умная билетная система. Речь о карте «Тройка», которая позволит гражданам оплачивать проезд в любом общественном транспорте не только Ульяновска, но и в других регионах. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.